книга открытым оком 8 том вопрос 2087 тема жития описывает ли история русской церкви время появления на руси монашество отвечает игнатий тихонович лапкин если с владимиром князем прибыли монахи сразу как говорят летописцы тогда не позже чем через час как они дошли до киева они пообедали и не отдохнув даже полчаса попросили себе лопаты и начали рыть норы уходить в землю эти дети подземелий если они появились здесь в обед то после обеда это уже и проросло нам принесли на русь не евангельскую веру а византийское монашество это принесло нам страшные последствия это ложное учение о том что спасение крепче и надежнее выночестве высосала русскую нацию обескровила ее самое лучшее самое ревностное самое мужественное устремлялась монастыри и там не давая потомство уходила в песок монашество высосала соки из народного организма сделала нацию подобной сухому скелету а рвущуюся энергию пришедших монастыри глушили на монастырских послушаниях какие силы угробили монахи это сотни тысяч проповедников которые засевали бы страну словом божиим их заблокировали их энергию удушили за стенами монастырей господь же учил не на дощечках пахомиевых а откровениями духа иеремия 14 4 и сказал мне господь пророки пророчествует ложное имени моим я не посылал их и не давал им повеление и не говорил им они возвещают вам видения ложные и гадания и пустое и мечты сердца своего иеремия 23 я не посылал пророка всех они сами побежали я не говорил им они пророчествовали марка 16 15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари вот как это выглядело на практике арсений тверской память 2 марта придя в монастырь святой упал на колено пред настоятелем и просил его помилуй меня отче помилуй грешного не удаляй меня из святой обители вспомни что и христос не отвергает кающихся грешников так усердно просил святой игумена печерского игумен удивился и просил его почему чадо ты так сильно сокрушаешься о грехах своих ведь ты еще молод возрастом я великий грешник отвечал святой арсений ибо нет человека кто бы не согрешил если даже он прожил всего один день помилуй меня отче и не отгоняй от святой обители знаю что и мне некогда предстоит явиться на страшное судилище христово какой ответ я дам тогда нелицеприятному судьи удивился игумен ответ у юноши он прозрел своими духовными очами что на отроке почивает особенная благодать божия но видя что арсений еще молод игумен печерский сказал ему трудна жизнь иноческая много в ней лишений и скорбей нелегко тебе будет в таких молодых годах переносить все подвиги монашеские но много стыдей указал господь для спасения людей избери себе другой путь более легкий не страшусь я трудов иноческих отвечал святой сладкий и приятно не для меня об одном прошу тебя сделай меня последним рабом святой обители и с благодарностью я буду исполнять все и он прозрелит спаль 27 марта он же ласково беседуя со мною и своей правой рукою касаясь слегка малей левой щеки сказал мне многие скорби ожидают тебя впереди и трудную врань уже ты перенес борясь со своим желанием оставить пустыню и не исполнил этого желания несмотря на то что дьявол выставлял тебе благовидный предлог для оставления пустыни напоминает тебе о любви к тебе отца и брата я тебе возвещу радостную весть и отец и брат твой оба здравствуют и отреклись от мира отец твой проживет еще семь лет и отец долга и отец ты